Тюмень в предвкушении большого бильярдного события. Совсем скоро в столице региона стартует чемпионат мира по свободной пирамиде. Родные стены, само собой, должны помочь россиянам. А вдвойне тем из них, для кого зеленое сукно станет по-настоящему домашним. Тюменцам на домашнем чемпионате мира уготовано 4 квоты. Все по справедливости. Совсем не так, как в ряде видов спорта, где среди равных обязательно находятся те, кто ровнее. Здесь места завоевываются в конкурентной борьбе. Тюменцам определять лучших предстояло в два этапа. То есть у каждого было право на ошибку. Кроме чемпионов, первого этапа, которые после своей победы уже могли быть спокойны. Они все и всем доказали сразу. Неожиданно. Просто первый раз для меня за 15 лет. Как так получилось? Произошло так. Играл, играл, добавил. И так произошло. Само собой, борьбу за квоту вели и прекрасные дамы. Здесь быстрее всех свою состоятельность доказала Инна Мусиенко. Всеми силами я знала, что я пройду, потому что тренировалась специально для этого, чтобы выступить из-за тюмень, показать, на что мы способны. То есть именно уверенность уже была и она как-то помогла, да? Конечно, уверенность была. 100% для этого специальной тренировки, чтобы гордиться, так сказать, и себя, и родственники, чтобы гордились. Второй отборочный раунд даровал имена еще двух счастливчиков. Ими стали Шавкат Габаров и Екатерина Рыбрий. Что же касается непосредственно подготовки к чемпионату мира, то у тюменской стороны все по плану и строго по графику. У нас перетянуты столы. Приезжал мастер. Мы уже приезжали, освещали информацию из Ханкт-Петербурга, Андре Виль. Подготовили столы под формат чемпионата мира. Проводились сборы, тренировки членов сборной федерации, кто в сборную ходит. Тренировки бесплатные были, занимались очень много. Поэтому ребята готовы, рвутся в бой. Ну, посмотрим, покажет игра. Чемпионат мира по свободной пирамиде стартует в Тюмени 28 ноября. А в первый день зимы станут известны его победители и призеры.